Всех приветствую! Мы продолжаем прохождение 4 дня победы за социалистическую сербскую республику И мы смогли получить 30 тысяч рекордов через нацфокусы, через подготовку к войне Где-то тут у нас первый мировой после завершения Поэтому мы можем вполне сконцентрироваться и захватывать Польшу В Польше много народу, много ресурсов И она ни в какой вариант не уходит А еще там за кадром в Японии переворот фашистский север Что они захавали что ли? В общем тут восстание было Или они может где-то в другом месте восстали? Да, захавали Тогда поддержим им коммунистов Пускай они коммунисты к власти придут Потому что смотрите, тут Советская Россия победила Смотрите, что они с империей сделали Они сделали их своими вассалами Вот так вот И воюют сейчас против монголов В общем, нафиг их не разборки, мы туда не полезем А вот в Польшу самое то В Польше с Афганистаном что-то пытаются мутить Сколько у них войск, примерно посмотрим Ну, не больше 21 показываешь Даже замечательно По идее сможем Так, опять мышка прогонять Создадим сюда несколько фронтов Так, пускай один идет сюда Ага, замечательно Вот они черные Вы идете вот сюда на Варшаву А больше тут, в принципе, брать-то нечего Идем на Варшаву Идем на Варшаву Так, мы потихоньку тоже хаваем То есть, делаем противовес Ага Надо по авиации сюда перетянуть Авиация, авиация Она у нас создается, но обновляется ли? Штурмовики Штурмовики, по-моему, трофейные Древние, древние Франко-сербские дружбы Ну, можно с Францией, в принципе, отношения лучше потом Нам пока это особо не надо А, вот Дайте мы сюда добавим Добавим, что мы там производим Ранний истребитель, охренеть Чтобы уж точное превосходство в воздухе было Точное, точно было, чтобы превосходство в воздухе Ой, запасов у нас, охренеть Что только нету Тяжелые танки, даже трофейные какие-то попались Рекордов, значит, нету, чтобы все устанавливать Знаете, я еще думаю, может нам Пехоту-то Пересадить На машины-то Офигеть а пушку мы сюда добавить не можем только сюда если ну это подвижность единицу увеличит блин, что бы нам делать мы же плитскрых по идее изучаем так, назад 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 сброс, допустим мы уберем тебя мы уберем тебя сохраним, военных очков в 2000 можно поэкспериментировать подвижные, да что нам даст организацию минус, установление плюс, защиту минус прорыв минус, транспорт плюс, иски ресурсы плюс скорость вес, расход припасов непротивопехотная атака нифига единственное, что скорость, да скорость давайте что вы мне скажете ой, да ты восполнишься сейчас махом мы сейчас просто переключим то, что не нужно туда у тебя ресурсов хватает истребители пускай производят бомбардировщики пушки нафиг пушки на транспорт тоже транспорт в общем, делаю нашу армию более мобильной у нас опять не хватает резины мы ее можем закупить ам, парам-папам ой ладно Бразилия Бразилия нам предоставит резины тут мы подходит устроим заводы и ждем пока скрипается претензия так, это минус потому что мы там поддерживаем свою партию системы связи вакцинация ресурсы да и что-то у нас зенитки пвошки пвошки зенитки мы в большей войне пока не собираемся потому на будущее сентопливо прокачаем ресурсы поэтому нам как бы пвошки нафиг нужны поляков мы так задавим где наша авиация авиация вот и спрятались спрятались от нас вот так все все нормально поляков продаем как ой ааа блин транспорт требует еще больше людских ресурсов блин ничего вам надо еще 20 тысяч ух но зато мы мобильность получили что тоже немало важно пока остальные армии все еще ведут позиционную войну мы их можем пробивать окружать попробуем так сделать но я здесь не отдам приказ отрековать а сам вручную попробую что-нибудь учудить ага кусинься чуть-чуть прокачали тоже не помешает и поршневой двигатель да дальше до 36 года там делать нефиг со всеми хреновые отношения никто нас не любит там Саводовская Аравия эмираты какие-то эфиопия все мировой агрессор мы опа марш на Рин так та-та-та-та-та-так ты-та-та-так новые итальянские дучи в Италии власть поменялась. Ага, Бенито Муссолини пришел к власти. У них фашизм. Значит, по идее, если я на них нападу, даже про агрессивность, то я грибу. У них много войск. У них много войск. У них флот сильный. Мы достраиваем флот кое-как там. У нас были рекруты. Мы их вот загрузили, чем было. Силой больше разворачивать нам, по ходу, рекруток не хватает. У нас есть линкор наш флагман, два легких крейсера, 9 эсминцев. В очереди на постройку. Невозможно сместить, потому что человеческих ресурсов не хватает. Броненосный крейсер и три эсминца. И что-то мы еще строили. Ничего больше не строили. Ну ладно. пока что. Отлично. Легкий крейсер. Новые корабли для нашего флота. Так, значит, там можно с эсминцами немножко поменять действие. Уже авианосцы более-менее приличные. Значит, тут мы делаем так. Вот так. К тому же более продвинутые будут эсминцы у нас появятся. Эти уж разместимы даже достроились. Не в нашей ситуации отказываться от такого. Потому что это будет роскошь. В людских ресурсах нам надо. Угу. 20 тысяч еще. 20 тысяч. 20 тысяч. Неизвестно, сколько мы потеряем в Польше. Ну да ладно. Нам главное сейчас в большую войну не влезти. Пережабли вроде бомбардировщиков. Все на изучение флота. Нам нужно догонять другие страны по флоту. Если мы хотим тут в Средиземном море хотя бы более-менее себя прилично чувствовать. А так, да. Нам бы хотя бы, знаете что, кораблей бы 20 хотя бы эсминцев. Таких средненьких, чтоб 10 желательно. Ну и пару-тройку тяжелых. Потому что, когда я играл с Германией, в Первую мировую, против Российской империи, мы только в одном бою. Только у меня больше ста эсминцев садилось. И у него там тоже дофигище. Сколько? Короче, мы оба без флота остались. Но я победил. Пусть хоть с потрепанным флотом, остатками его отступил. К тому же англичанам уже нечего было противопоставить. Так что сидел я в порту. Поэтому надо, надо. Наш первый противник здесь наиболее вероятный. Это Италия. Линкоров 5 у него по-любому есть. То есть нам тоже надо хотя бы 5 линкоров строить. Это минимум. Поршневой двигатель. Артиллерия. Отлично. Так, тут все. Тут больше ловить нечего. Идем во флот. Подводные лодки мы пока не строим. Линкоры, линкоры. Да, линкоры нам пригодятся. Все-таки против Италии, если мы на море будем с ними связаться, чтобы хотя бы их высадки блокировать. И что-то им противопоставить. У нас тут вообще ничего не развито. Силение дредноутов. То есть ранее дредноутов. Мы уже давно это изучили, но... Ну тут бонусы всякие дают. Давайте сюда пройдем. Польша, Польша. Почти 100 дней. Вот мы и готовы к войне. Так, крейсер, крейсер. Да, сейчас фото изучаем. Ну, как говорится... Чего там, устаревший техник? Ну... Ладно, успеешь перепроизвестись. Пока у нас все равно людских ресурсов нету. Нету, нету. Ну давай, карта. Карта, не тупи. Объявить войну. Да. Никто тебе Польша не поможет. Значит, что мы делаем? Ты... Блин, тут даже их окружать как-то... Мне это стыдно-то. Так, а вот здесь можно попробовать. Ты сюда идешь и вот сюда. Вот вы сюда. Погнали. Ух ты, они нас сами даже атаковали. Превосходящие силы. О, Камикадзе. Идите их налево. По авиации у них есть что-нибудь? Не, у них полностью глухо. Так что нормально, мы тащим. Они в атаке. О, Тормоза. Они атаковали дивизии, которые собирались атаковать их. То есть, они уже убиты и не были готовы, чтобы нам что-то противостоять. Оп, отлично. Стой здесь. Так, вы не дайте им убежать. Займите их боем. Пускай лучше они потихоньку отходят в эти провинции. Так сказать, останутся здесь. Тут сколько? Вот, стой. Давай ты сюда. Опа. И вот сюда. Замечательно. Окружили. Теперь они погибнут. Эти потихоньку действуют как надо. Чтобы нам много сил-то не терять на этом деле. Мы лучше будем маневрены. Их потихоньку уничтожать. Блин, нафига ты растянулся на всю эту? Там другая армия действует. Во. Стоять. Вот тут их дожмите уже. Да, отлично. Ты сюда идёшь. И сюда, и вот сюда. Добейте уж, кто здесь остался. Ты-ты-ты-ты. Ну-ка. Давай-ка попробуй гродно прорваться. Вот сволочи. Как они вовремя там появились-то? Аэродромы, развитие авиации, воздушные доктрины. Даже быстрее изучить. Мешают прям нам с этими покончить и своим помочь. Прям. Ну-ка. А ты? Ну-ка. Нет, не так. Вот так и вот так. Нет. И сюда, и сюда. Потом вот так. И вот так. Да. Попробуем ещё немного кружить. Чтоб совсем их без армии-то оставить. Тогда всё будет просто прекрасно. Оно не мешаться. Угу. Замечательно. Замечательно. Ты должен успеть. Видите, всё-таки манёвренность тащит. Манёвренность тащит. То есть, мы раньше немцев в этот раз изучили Блицкрик. Сейчас можем буквально несколькими дивизиями пойти и захватить Польшу. То есть, Польша просто падёт. Польша защищаться тут вряд ли. Есть кем. Всё на фронт было брошено. Ну, тут какие-то итальянские добровольцы. Это так. Тут вообще непонятные черногорцы бродят. Какого-то хрена. Тоже окружаем. Сюда. Видно. Так. Так-так-так-так-так. Да, скоро мы их захватим. И у нас будут вновь рекруты для пополнения для наших кораблей. Блин, прям как эти самые. Пришли, рекрутов забрали, рекруты закончились. О, пошли воевать за новыми рекрутами. Ага, вот они итальянские добровольцы. Италия. Мне кажется, своих проблем-то нафига. Ну, у них дивизий много. Итальянцы могут себе позволить туда пойти, сюда пойти. О, Польша, Павел. То есть, мы в мирный договор можем уменьшить очки. Мы не для этого воевали. Да, мир позволяет еще воевать. С Германией воевать мы не будем. Еще пока не было революции. И они, так сказать, сейчас в Коминтерне. Какие танки, истребители. Ну, сейчас у нас реально есть возможность строить все, что угодно. Чтобы нереальных количеств. Сталь. В нейтральных стран закупаем. С которыми мы точно уж воевать не будем. Да и не собираемся. Все встали нормально. Еще. Ладно. А, вот и сбросился резиновый полик. Хватает. Так. А, новые авианосцы. Нам придется для них новые авианосцы еще не изучить. Большой броненосный крейсер. Линейный крейсер. Давайте линейный крейсер. Две штучки пока что. Пока что две штучки. И кинем их вверх. Строить они будут два года. А ну ничего, сейчас этот освободится. И будет у нас легких крейсеров можно заказать. Пока с десяток. Все это вверх. Пускай строится. У нас рекрутов все еще не хватает. Двенадцать тысяч. Придется ждать. Вот у нас свободные фабрики, которые мы потратим на производство фабрик пока что. Укрепление, наверное, все-таки на границе с Советским Союзом. Честно говоря, черт его знает. А вот на границе с Италией, да. На границе с Италией. Строим до упора укрепления. Траншей возводим. В общем, готовимся на всякий случай. Эти, по ходу, зависли. Они как начали идти, так и все исчезло. Так. Чехословакия. Австрия. А ведь немцы же, когда у них революция произойдет, хотят Австрию аннексить. Если она не захочет аннекситься, у них начнет война с Антантой. Вопрос в том, не исчезнет ли Антанта по ивенту, когда в Германии произойдет пивный путь. А тут у нас управление оккупированными территориями. Здесь мы можем только независимость дать. Да, рекрутах мы отсюда никак силы не утянем. Столько оккупированных территорий и в Сербии. Да, Сербию могут тащить. Еще здесь людских ресурсов можно получить только через... Если окончательно тут пройти. И выбрать не современный плитскрик, а отчаянную оборону. А потом, чтобы неограниченный призыв. То есть мы более-менее по рекрутам выйдем. Так. Боргировщики и истребители. Рекрутах дайте рекрутах. Население военно-морских сил. Эх, а пока куда можно сконцентрировать свой удар? На Прибалтику. Сербская республика. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А чего турков по флоту? У них дивизий еще много. Ну и флот меня немножко с ним напрягает. От королевства Венгрия. 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 Здесь еще видит гибель народ. Гибель будет. Вот всякую литву, такую шоупонь можно сейчас похавать, в принципе. Не, не ты. Можно, в принципе, похавать. Та-а-ам, па-па. Значит, оправдатель войны. Да. Оправдатель войны. Ой, не можем. У нас же эти самые очки тратятся вот сюда. У меня просто их 2000 накопилось, а больше уже, так сказать, не бралось. Вот я решил куда-нибудь вбухать. Так, ладно, ждём. Сколько у нас тут всего понаизучалось. Корабли, корабли, так, идёт производство чего-то там устаревшего. Линейный крейсер. Линейный крейсер. Ну ладно уж, раз прокачался, будем строить тебя. Дальше уже смысл прокачивать нет, там 36-й год. Давайте тогда бронетехнику, пора, пора обновить наши танковые дивизии. Артиллерию потихоньку улучшаем. И пехота. Да, пора уже новое производить. Начинаем производство оружия нового поколения. В будущем, наверное, его можно будет прокачивать, варианты создавать. И чтобы по-острее его заменить, переключаем на него всё, что есть. Тем более, что этого всего хватает у нас пока. Мы ужасно просели по стали, да? Ну-ка, что нам надо? Нефть и сталь. Нефть можно купить у Нидерландов одну. И сталь у Швейцарии, да? Да-да-да-да-да-да-да-дам! Расширение дирижабли. В принципе, дирижабли нам пока не нужны. Истребители. Да. И... Так. Всё. Парам-па-пам. Угу. 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 Можно, в принципе, ранее истребитель уже взять. Но... Ммм... Дирижабли долгое время ещё будут нужны. Ладно, берём. Может быть, в будущем будем их производить. Рекрутов надо ещё. Так. Чё там? Четыре тысячи, да ещё? О, так мы сейчас махаем. Там на кораблике на новые игры здесь хватит. Невозможно пока разместить. Ну, невозможно разместить. Отдай верх другим. Так. Верх другим отдай. Отдай. Дай им стали опять. Плохо он тут не может автоматически покупать. Или может? Нет, не может. Нету здесь такой кнопки. Чё у нас там? О, чё-то с ними долго война оправдывается-то. С этими 250 дней, с этими аж 325 надо. Вы там фокус какой-то взяли, что и на защиту. Сдерживание. Ага. Нейтральная политика, да? Так. Капришённость. Капришённость. Непришённость. Не то. Ну, ладно. А это чё? Подождите, подождите. А, это сдерживание. Ладно, ждёмся пока. Монгольское государство капитулировало. Чё с ними советы сделали? Васау митер заставили? Ага. Посадили тут такого-то китайца. А картирерия более прокачанная. Хорошо. 30-й год. У-у-у! 1200 дней. Нет, спасибо. Слишком долго. Броники мы не производим. Вот эти, наконец, уже. Но мы их не используем. Вот эти, вот эти. Ну, давайте ремонтную роту ещё прокачаем, на всякий случай. Вдруг с танками придётся использовать. Хотя нам проще сейчас танки произвести, чем людей на ремонтные роты выделять. Здесь мы всё-таки зенитные орудия качаем, чтобы потом сюда уже не возвращаться. Тоже до 36-го года. И изучать что-нибудь другое. А мы, наверное, там даже, наверное, серию закончим. Там, ты долго сейчас будешь всё копиться, тут набираться. За серией всё сделается. Что ж, всем пока и ждите новые серии.